Время радикальной реформы службы безопасности Украины. К чему может привести скандал внутри агентства? Интервью с новым министром сельского хозяйства. Роман Лещенко отрицает кражу 250 тысяч долларов у американского фермера, с которым он вел дела. Основные моменты первой сессии парламента в 2021 году. Скульптурные десерты и серые пчелы Андрея Куркова. Об этих и других темах нового номера англоязычного еженедельника смотрите в Киевпост-ревью. Это уже 66-й выпуск Киевпост-ревью. Главная история – Донбасс. Сейчас оккупированные территории практически закрыты и люди не могут перемещаться между свободной и неподконтрольной частями Украины. Похоже, что Россия, которая контролирует оккупированную часть Донбасса, не хочет, чтобы украинцы, живущие в Ордло, могли ехать на свободную часть Донбасса. Количество людей, которые пересекают линию разграничения, уменьшилось до маленького ручейка, и КПВВ закрыты на той стороне. Все это указывает на то, что РФ не хочет, чтобы украинцы на оккупированных территориях могли свободно перемещаться по стране. Этот материал написал наш журналист Алексей Сорокин. Они это изначально сделали в отмеску Украине, потому что изначально границу, точнее не границу, а пункты пропуска между неподконтрольной и подконтрольной территорией, закрыла Украина. 18 марта Украина ввела тогда свой первый локдаун, и в связи с тем, что, разумеется, украинское правительство не может гарантировать соблюдение мер безопасности на неподконтрольной территории, Украина на две недели закрыла контрольно-пропускные пункты и пропускала только людей, которые имеют прописку. То есть, условно, если человек прописан в Донецке, то тогда в Донецк их впускали, и наоборот. В отмеску оккупанты закрыли границу полностью, из-за этого люди, которые даже имели прописку в Донецк, не могли попасть в Донецк. Украина в итоге после локдауна в июне открыла КПП, все пять, и плюс в итоге, как и договаривались в Париже в декабре 2019 года, Украина построила новые КПП, тем самым пытаясь облегчить передвижение через так называемую границу. Но оккупанты, они не открыли ни один пункт пропуска. Сейчас де-юре, они два держат открытыми, но де-факто через них прийти невозможно, потому что там требуется специальный пропуск, который они никому не дают почти. Журналист Киевпост Алексей Сорокин пообщался с теми, кто столкнулся с проблемой пересечения границы и узнал личные истории людей, которые оказались буквально заложниками ситуации. Из-за того, что оккупанты закрыли контрольные пропускные пункты со своей стороны, потому что со стороны Украины они открыты, люди, которые живут на неподконтрольных территориях, они не имеют доступа к качественной медицине, они не имеют доступа к социальным пособиям, к пенсиям, они не могут видеть своих родственников, семьи разорваны. У нас в статье нам удалось поговорить с людьми, которые живут сейчас в Донецке, и история, которую они рассказывали, просто ужасная. Есть женщина, которая не смогла поехать на похороны своей бабушки, которую ее воспитывала. Есть люди, которые не смогли купить медикаменты, которые им нужны. Есть история женщины, которая не смогла похоронить свою единственную внучку, потому что они находились на разных сторонах контрольно-пропускных пунктов. И таких историях тысячи. Мы знаем, что очень много людей из-за этого страдают. Мы знаем, что семейные связи разорваны, и мы не видим, чтобы ситуация улучшалась, потому что граница, так называемая граница, закрыта с середины марта. И скоро уже будет почти год, как люди не могут увидеть своих ближайших родственников. Мы также знаем, что украинские пограничники сейчас входят в положение. И мы слышали историю не от пограничников, но от людей, которые проходили границу между Россией и Украиной в Луганской области, что их не штрафовали за незаконное пересечение границы неподконтрольной территории и России. Нам отказались это комментировать официальные власти, но мы понимаем, что это сделано, чтобы не усугублять положение людей, потому что мы знаем, что людям и так тяжело. Но мы узнавали, и дорога в один конец, то есть из Донецка на пункт пропуска Украины, то есть на границу России и Украины на севере Луганской области, стоит больше 3000 гривен. Ситуация настолько абсурдна, что сейчас, если вы хотите добраться из Донецка в Харьков, самый простой путь – поехать через российскую территорию, потому что сепаратисты не закрывают границу с РФ. Это такой очень дорогой незаконный способ для людей с оккупированных территорий приехать в Украину. А чтобы выехать по-нормальному через пропускные пункты, нужно получить спецпропуск у сепаратистов, и они не дают такой пропуск даже в случае, когда у людей умер родственники, и они хотят поехать на Кохороны. Все указывает на то, что сепаратисты РФ хотят усилить разделение Донбасса и создать нам такой русский анклав. На первой сессии 2021 года парламент проголосовал за реформу СБУ и обязательные референдумы. А вот кандидатуру Юрия Витренко на посту министра энергетики не одобрили. Накануне я принял участие в онлайн-дискуссии о вызовах в Украине в 2021 году. В ней участвовали замминистра энергетики Юрий Витренко, шведский экономист Андерс Аслунд, бывший министр финансов Александр Данилюк и эксперт Атлантического совета Дайан Фрэнсис. Очень интересная была дискуссия. Витренко уже во второй раз не смогли назначить министром энергетики, хотя он очень хорошо знает отрасль, и у него был четкий план, как реформировать довольно коррумпированную отрасль энергетики в Украине. Потому я считаю, это очень неприятная новость. В Украине за последние 7 лет было 7 министров энергетики, и, по словам критиков, многие из них просто представляли на этой должности одного из трех украинских олигархов, которые контролируют сферу энергетики. Еще одна из статей на этой неделе – это история об СБУ и о том, в каком абсурдном состоянии Служба безопасности Украины сейчас находится. СБУ – это преемник КГБ и часто ведет себя так же, как КГБ. Это ведомство сейчас остается абсолютно нереформированным и безнадежно коррумпированным. Последние события это подтверждают, когда одного из бывших топ-чиновников СБУ облинили в подготовке покушения на другого топ-чиновника СБУ. Это поднимает вопрос, чем вообще занята Служба безопасности Украины сейчас, поскольку похоже на то, что в основном Служба безопасности занята тем, чтобы защищать коррупционные потоки, а не тем, чем СБУ должно быть занято в нашей стране защитой нацбезопасности и национальных интересов. Еще в марте 2020 года Владимир Зеленский внес Верховную Раду законопроекта о реформе Службы безопасности Украины. Первую версию, разработанную СБУ Баканова, раскритиковало гражданское общество. Все из-за попытки расширить полномочия ведомства, а не ограничить их. С тех пор законопроект доработали и 28 января 2021 года его одобрила Верховная Рада в первом чтении. Последняя версия лишит СБУ полномочий по расследованию экономических преступлений и фактов коррупции. В 2024 году намерены отменить все следственные полномочия агентства. Законопроект также предусматривает сокращение числа сотрудников с нынешних 27 до 17 тысяч к 2023 году. Сложилась очень интересная ситуация с недавно назначенным министром сельского хозяйства Романом Лещенко, его бывший американский работодатель. Виняет его в краже 250 тысяч долларов США. Они с Романом вместе занимались в Украине фермерским бизнесом сельскохозяйственным. Мы написали об этих обвинениях. Тогда Роман Лещенко отказался комментировать этот вопрос. Уже после выхода статьи он связался с нашей редакцией и дал нам интервью, где рассказывает свою версию и отрицает все обвинения. Он говорил, что он видел запросы на комментарии, но специально решил не отвечать, потому что его юристы ему посоветовали этого не делать в тот момент. Ну а сейчас он вышел с нами для разговора и дал интервью больше на полтора часа. Все наше интервью было посвящено его сотрудничеству с американцем Куртом Грассанцем. В 2018 году Роман Лещенко и Курт Грассанс вместе как бы руководили фермой здесь. Но теперь, два года спустя, и Роман обвиняет Курта в том, что Курт нелегально привозил семена в Украину для того, чтобы растить их здесь и потом продавать сою. А Курт обвиняет Романа в том, что Роман у него украл деньги, пока он был директором его компании. И в нашем интервью мы пытаемся разобраться, показать читателям факты и со стороны Романа, и со стороны Курта. В том числе у нас есть ватсап-переписка Курта и Романа за 2018 год, когда они вместе сотрудничали, и когда у них испортились отношения. И вот мы собираемся о ней рассказать в интервью тоже. Стоит отметить, что Романа Лещенко назначили министром сельского хозяйства Украины в декабре 2020 года. Официально он вступит в должность 1 марта. Роману 32, и он самый молодой министр, который когда-либо был в нашей стране. У нас в этом номере будет колонка от Михаила Саакашвили. Тема очень интересная. Казалось бы, у любых компаний, которые создают в Украине, не должно возникнуть сложности с электроснабжением. Но, оказывается, в Украине бизнесу сложно подключиться к электрической сети, потому что это очень непростой процесс, и в рейтинге стран по простоте подключения к электричеству Украина находится почти в конце, на 128-й строчке. Еще одна сложность состоит в том, что украинская электросеть подсоединена к российской. Следующие несколько лет Украина будет отсоединяться от нее и подсоединять к Евросоюзу. Это должно помочь в том числе. Кроме того, как раз недавно вышел очередной отчет Transparency International – рейтинг коррупции в мире. И в этом отчете сказано, что хотя Украина и добилась некоторого прогресса в борьбе с коррупцией, мы все еще в самом конце списка. И на эту тему у нас еще одна колонка в этом номере от эксперта Центра противодействия коррупции Галины Чижик, где она говорит, что у Зеленского закрывается окно возможностей, чтобы реформировать судебную систему в Украине. Сейчас едва ли не последний шанс это сделать. Еще один материал в рубрике «Мнение» касается нынешней ситуации в Вашингтоне и того, как она может отразиться на Украине. Директор по международному сотрудничеству Института Гроуфорд Мирон Василик пишет о том, что будет происходить в так называемый 100-дневный медовый месяц со дня инаугурации Джо Байдена. В рубрике «Лайфстайл» у нас будет статья о последней книге украинского писателя Андрея Куркова. Действия, описываемые в романе, происходят в выдуманном городе на Донбассе. Роман «Серые пчелы» Андрей Курков решился написать после того, как побывал на объятом войне в Донбассе. Курков считается одним из самых успешных постсоветских украинских авторов, который провел 20 лет, пытаясь проанализировать Украину и понять влияние советского прошлого на постсоветский народ страны. В этом выпуске я написала материал и взяла интервью у властницы мережей кондитерских «Хані». Это киевская мережа кондитерских, в которой находится одна кавьярня кондитерская на Ярославово-Валу, еще одна на Подорье и еще одна в ЦУМе киевском. И своего часа, когда они начались в 2014 году, они были инноватами в кондитерской сфере, потому что тогда еще в Киеве ничего, кроме панакоти, наполеона, медовика не знали, а они сразу начали использовать французскую меренгу в своих десертах, то есть они специализируются именно на французских десертах. И они известны своими эклерами, очень много людей говорят, что это в Киеве «Круасанами». Теперь они выпекают еще и хлеб, и их десерты, власне. Они были готовы до него еще с делегией, потому что они в сечне еще решили себе просто так, запланировали открыть онлайн-магазин. И виходит так, что они передбачили всю эту ситуацию, и уже когда все начали только переходить в этот формат, они уже перейшли в этот формат. Ну и так еще я додам, что властники кондитерской, это Стас и Аня Завертайло, это подружья, в них четко распределенные обязательства, то есть Стас отвечает за кондитерскую сферу, за выгадывание новых десертов, Аня отвечает за кухню, за маркетинг и частковый пиар. И сейчас они также работали очень долго над Панетоне, это итальянский кекс ряздвяный. И вот они наконец его запустили перед Ряздвом, и у них очень большие продажи этого, потому что они стоят за каждым процессом в кондитерской, они отвечают абсолютно за каждую деталь, и они самостоятельно создадут все эти рецепты, создадутся, адаптуются. Вот и Стас печет эти паски, это такой кекс итальянский, и он использовал где-то 72 часа, только на этот процесс выпечения этого кексу, поэтому он очень особенной рецептурой, и много людей сейчас, ну, великий попит на это. Самые свежие новости, эксклюзивные статьи о бизнесе, политической, социальной и культурной жизни читайте в новых выпусках украинского англоязычного еженедельника. А также непосредственно на сайте Киевпост. Подписывайтесь, чтобы поддержать независимую журналистику в Украине.